Я хочу представить вам легендарного человека, я когда покаялась, у меня первые впечатления были, я была в церкви, смотрю, идет православный священник, я думаю, ну все, попали, что это такое? Я думаю, ну и когда узнал общую историю общей жизни, я читала журнал, читала, как проходил с детства этот человек поезд Бога, да, и как Бог его вел, для меня это, честно говоря, пример веры. И вот хочу, вот представьте, классно, что у нас много новых людей сегодня, что вы познакомитесь, следите с этим человеком, это наша земляка, ловится, классно. Ну и сейчас вам служат, сейчас, чтобы точно сказать, священнослужители Украинской Барматорской Православной Церкви, архиепископ Сергей Журавлев. Прошу. Слава Иисусу Христу, нашему Господу, Богу Спасителю, да, дорогие друзья, и вот эти стихи, кстати, что сестра прочитала замечательное первое стихотворение, это большое рассказ, повествование такое, знаете ли, молитва матери, это то удивительное стихотворение, которое на меня очень сильное впечатление произвело в 97-м году, когда я впервые приехал в Украину, это были первые дни, когда я был в Украине, и Украина стала моей второй родиной, духовной родиной, и моя первая родина здесь, и здесь в 98-м году я начинал свое служение в Орле, в Лепешкино, в селе Лепешкино, потом в храме Никольском, я начинал свое служение в начале 98-го года, и потом служил здесь в России, в Московской области, в Рязанской области, в Брянской области, на роду, как священник, традиционно русской православной церкви, настоятель храмов, когда в начале 90-х много новых храмов передавалось, и из земнохранилищ, обычных хранилищ, их снова надо было воссоздавать и начинать служение в этих храмах. Вы знаете, как это было красиво, смотри, как вчерашние развалины становились снова прекрасным храмом. И, господа, братья и сестры, но Украина стала моей второй родиной, духовной родиной, где я сейчас свое служение тоже несу, и в России, и в Украине. И вот в Украине мое первое стихотворение, которое я услышал, в протестантской церкви было как раз вот это стихотворение, представьте, да, удивительно. В конце 97-го года, когда я приехал в Украину, то, значит, это была церковь «Слово веры», а потом была названа посольство Божье, «Паса Сандея Бладжа». И это была церковь не такая, еще большая, но уже довольно-таки, как бы, известная там в Украине. И я попал в это собрание, и пока сестра читала, я вдруг вспомнил эту картинку, интересную такую. Я давно не вспоминал об этом. Я увидел, ну, как зал был, свет был выключен, свет везде. И, знаете ли, на сцене освещалось вот только лишь кусочками. Все, и там было, как ховник такой, и крест стоял на ховнике. И, значит, человек плачущий, и, знаете ли, я попадаю в церковь, захожу не сначала. И вот, я знаю, это протестантская церковь и харизматическая церковь, но довольно интересно было, это для меня, так и в шоку, мрак такой, значит, на сцене свет, и в Фрамастана крест, и мужчина плачет возле креста. Значит, и читаются за кадром вот эти вот стихи эти, как раз на середине только будет как раз этого представления, как бы этого, это стихи, театральная сцена такая была. И потом я слышал слова, молитвы, молился Пасха Сандей, и, знаете, у меня очень сильный гостолус, конечно, очень сильно. И, дорогие друзья, я очень рад тому, что, на самом деле, Бог нас спас. Я думаю, большинство присутствующих пережило вот это возрождение, это самое главное спасение. В каком мы не были бы церкви протестантской, православной, главное не название, не вывеска, главное то, что находится внутри нас самих, знаете ли, друзья, и на самом деле это так, потому что Дух дышит, где хочет, Дух Божий, и Дух Господний хочет дышать туда, где, на самом деле, Его ожидают, Его ждут, Его любят. И, как говорили еще на Руси, еще далеком 15-м столетии, Мосян, Патрикиев, Милка, Сочин, другие, Милсорский, говорили так, что храм должен быть изребен, изребен, а не избребен. То есть храм живой человек, храм живая душа. И если Бог в нас, то даже если мы собираемся вот в таком помещении, или в большом храме, или же где-то в лесу, или где-то в поле, мы молимся в доме, на квартире, это церковь, это церковь Бога живого. Потому что сам Господь нашел, сказал Иисус Христос, что где два или три человека собраны во имя Мое, там и я посреди них. И если мы собрались во имя Его, во имя Иисуса Христа, то Он с нами сейчас здесь. Я лично приехал сюда во имя Иисуса Христа. Я приехал им, своих родителей увидеть, маму, папу, брата, и я молюсь за его спасение. И знаете ли, молюсь о том, чтобы вся семья, весь род был спасен. И знаете ли, друзья, я даже записываю, писал тоже об этом, тоже прошу молиться вас. И я буду молиться тоже за вас, и за церковь, и вообще за орловских христиан, конечно, чтобы орлы принимали здесь, божьи орлы. Знаете ли, божья армия. И, друзья, привет вам от моей семьи, от моей супруги, от наших шестерых детишек. Вот, слава Богу. И мы молимся о том также, чтобы Господь спасал наши семьи, наших детей. У кого родители не спасены, чтобы Бог спас родителей. Дедушек, бабушек Бог спасает также. И Христу все возрасты покорные знают. И чтобы наши дети, чтобы они служили Господу, чтобы они на самом деле любили Иисуса. И чтобы вера, которую Господь дал нам по милости своей, чтобы она была в наших детях. В Библии говорится, что для отца, ну и для матери, понятно, то же самое. Для родителей вообще, для родителей, нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. И когда мы видим земные отцы, земные матери, видим на самом деле наших детей, ходящих в истине, то это самая большая радость. Это самая большая радость. И для нашего невестного отца, так же нет больше радости, чем видеть детей своих, ходящих в истине. Когда его дети, когда люди спасенные им, рожденные от него, не просто рожденные от мам и пап своих, не просто люди разумные на земле, знаете ли, но те, которые получили многое рождения от него, от его духа. И когда эти дети его, ходят в истине, то для отца нет больше радости. Я верю в это, потому что как отец земной, я понимаю, как родитель земной, да, я понимаю, что наши родители небесные, он может ощущать иметь. Я понимаю, что он гораздо больше и чувствует, и ощущает, потому что он любит нас, он создатель наш, слава ему за все. И, дорогие друзья, привет вам от нашей церкви передаю. Я, в общем-то, после Орла вскоре собираюсь ехать к себе, в Киев, в церковь, в Киев. У нас есть и разные события, и радостные, и не очень радостные всякие в церкви. Но из-за радостных событий самых таких, что рождаются новые церкви. Недавно, месяц назад, чуть больше, родилась новая церковь в городе Харькове. Там была домашняя группа, общение домашним было, и дьякон, роман, зюбин, гордон, и исполненные обязанности там пасторские в Харькове. И вот в начале мая уже я провел там открытые публичные служения такие, и сделали объявление, и народ пришел, слава Богу. И сейчас служение проходит прямо в центре Харькова, проходит богослужение в нашей церкви. И, конечно, это такие важные события. И я буквально вот приехал в Западную Европу, потому что вчера еще был в Берлине, и в Германии, в Дрездене, в Берлине провел семинар, а ведь я в Праге, в Чехии. И, знаете, друзья, сейчас вот одно из видений нашей церкви, мы перейдем сейчас на Запад, на Западную Европу. Церковь в прошлом году началась у нас в Бухаресте, в Румынии. В этом году начинается в Италии, в Риме, и в Германии, и в Чехии. В общем-то, это миссионеры, служители, православные священники. Некоторые из них были священниками традиционными раньше, как и я, православными священниками. Некоторые из них стали священниками уже вот в нашей церкви. И, знаете ли, одно из видений движения на Европу, это спасение мусульман. Это еще лет 10 назад можно оставить, но сейчас это уже не странно. Потому как, если кто знает немного обстановку в Европе, в Германии сегодня проще услышать турецкую речь, допустим, или арабскую, чем русскую даже, но чем немецкую. Знаете ли, и там норма очень говорит. Во Франции, в других многих странах сегодня очень много выходцев с Африки, с мусульманских стран, бывших колоний. Знаете ли, и если спасать мусульман, вот на их исторической родине, допустим, в Ираке, там, в других странах, вот в Пакистане, там, очень-очень трудно, даже в той же самой Турции, более либеральный, но очень трудно спасать, открытый, я имею в виду, проповедовать на улице, благоверствовать мусульманам, очень трудно там. Я знаю братьев, миссионеров, которые там работают, и как бы год, и как бы делятся они своим опытом. Я понимаю, что это очень сложная задача перед ними, но, и они трудятся там, слава Богу, за все это, но у нас есть уникальная возможность спасать мусульман в свободном мире. И это очень прекрасное, знаете ли, служение. Я говорил, в Берлине, в арабском квартале, в турецком квартале, и есть турки, покаявшиеся мусульмане, бывшие мусульмане, покаявшиеся арабы, покаявшиеся, слава Богу. И чеченцы, и азербайджанцы, русскоязычные, многие кажутся, слава Богу. Это очень, как бы, отравлено. У одного моего товарища во Франкфурте, нормально, там покаялся один брат, чеченец, и очень славеностным проповедником, евангелистом, он по месяцу был, знаете ли, из, ну, полукриминальных структур, как бы, прежней жизни, будем так говорить. И в Первую Чеченскую войну он, как бы, боролся за независимость Ичкерии, Чечни, значит, и стрелял русский солдат, и думал, что он, как бы, борец за правое дело. Ему тогда это казалось, знаете ли. Он верил, потому что его семья в это верила, и все мужчины в его семье, в его дыбе, они были выходить с вот такого ради направления, очень радикального, экстремистского, и убить не мусульманина, как бы, это считалось честью, как бы. И, знаете ли, и удивительно упокаялся не в немецкой церкви, а в русскоязычной церкви, где большинство людей так или иначе разговаривают, общаются на русском языке. Для него раньше русский язык был языком неверных, языком и языком проклятых людей там и прочее, как бы, тех, кто его родину, как бы, насилуют. Но теперь для него, тогда, как он сказал, что русский язык, это как бы, язык моих братьев. Удивительно. Вот что Бог совершает. Бог совершает удивительную работу, которую, знаете ли, он представит себе трудно, вот чисто по-человечески, не Божьими глазами. Но как во Христе Иисусе, на самом деле, спасаются очень разные люди. Очень разные, слава Богу. И как православный реформатор, как такой православный обновленческий священнослужитель, конечно, я в первую очередь молюсь за реформацией православной церкви. В Киеве, если кто может планирует в августе месяце быть в Киеве, я не знаю, я хочу вас пригласить на собор нашей церкви в августе месяце. У нас уже стала традиция некоторая, в августе месяце мы проводим то конференцию, то семинары такие, то снова собор проводим. И это будет уже четвертый по счету собор. В прошлом году было предсоборное священие у нас, в этом году собор. То есть это большая конференция, проще говоря, конференция православной, посвященная реформацией. Но там будут гости с разных церквей. И кульминацией будет 19 августа, будет совместное причастие, служение совместное и хлебокормление причастия христиан разных церквей. То есть мы православные реформаторы, обновленческая церковь православная. И будут гости, харизматы, десятники, баптисты, адвентисты. То есть те, с кем мы поддерживаем отношения, общаемся. Лютеранская церковь, реформанская церковь, кальвинистская. То есть те, кто общаются сейчас между собой, а таковых все больше и больше. Слава Богу. Это очень хорошо, что Господь, знаете ли, Он рушит какие-то наши такие сектантские барьеры определенные. Я делюсь часто этим из своей жизни. И хочется, чтобы истинно Божьего Слова, она принесла свободу в Боге, в душу. Дорогие братья, все, я хочу прочесть несколько строк из Писания. Кто знает, я думаю, большинство из вас знают, что в прошлое воскресенье по календарю православной святки был праздник Троица, да, Пятидесятница. В Европе западный он чуть раньше совершается. И в этом году, так интересно, совпало с библейским календарем. И это было позапрошлое воскресенье. Я проповел грезвение на как раз празднике Пятидесятницы. А в Берлине проповел как раз на празднике Пятидесятницы уже по православной календарю. Интересно, что сегодня прошло об этом так же. И вот хочу прочесть, во-первых, из Коринфа. Послание в Коринф, апостол Павла. Первое послание в Коринф, 16 глава, 21 стиха. Самое окончание 16 главы. Уже финал этой послании на письма. Первое послание в Коринф, 16 глава, 21 стиха. Здесь написано следующее. Мое Павлова приветствие собственноручно, кто не любит Господа Иисуса Христа, Анафима Маранафа. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. И любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. Дорогие друзья, вот приветствие собственноручное Павлова, оно, вы знаете ли, вот меня последние эти месяцы, оно просто обжигает. Это мы называем еще на греческом языке откровением. Знаете, когда ты читаешь уже много раз одно что-то из Библии, и ты понимаешь, что это хорошо и правильно, и учишься, но вдруг однажды это в тебя как будто бы зажигает. Тебе ошибает, и ты понимаешь, что это что-то особенное для тебя, для других людей, что вокруг тебя, для твоего служения Богу. И знаете, вот удивительно, как это слово откровенность вот в моей жизни последние эти месяцы открывается, и это, ну как бы, я думаю, это все откроется. Дело в том, что с какой стороны я вдруг увидел это, завершение послания Павла, что он собственноручно подписал в этом послании, завершение послания, что есть, оказывается, вот это анафема, то есть отлучение, да, есть вот это, проще говоря, проклятие, и это очень серьезно. Кто не любит Господа Иисуса Христа? Вы знаете, удивительно, нас спасает только любовь нашего Господа, и любовь наша к Нему. Ну, это трудно передать, но, знаете, пусть Господь Духом сейчас святым, Он откроет то, что не открывается в последние дни эти, что, я понимаю, не обряд, не даже хорошая теология, а как Давид Билкерсон, помните, если кто-то говорил, я, кстати, застал, вот, просто мне повезло очень, застал его перед смертью буквально, за несколько месяцев до его гибели, застал у Вилкерсона живых еще в Нью-Йорке, в его церкви, и там было служение, и там была молитва, и вот это вот звучало, то, что я сделал пробовать, и раньше уже звучало, не раз я слышал это, но когда это прозвучало еще раз, это было как напоминание таким, что не теология нас спасает красивое, но сам Иисус, Его любовь. И знаете, вот, чтобы, и мне по жизни так же, я подписываюсь под этим, сто процентов, мне проще иметь общение с человеком, у которого, может быть, неправильная теология в голове, но правильное сердце, которое любит Иисуса Христа, который на самом деле открыт для Его любви, с тем говоришь о Христе, о крови Христа, и в Него, ты понимаешь, внутри что-то тоже реагирует на все это. И, но сложнее намного общаться порой с теми братьями или сестрами, у которых, может, правильная теология в голове, но правильное воззрение, и вроде бы все в согласии с моей личной верой, с моими убеждениями, но у кого неправильное сердце, и, знаете ли, может быть, не то чтобы неправильное, но, может быть, засоренное, ведь враг в нас столько сеет порой негодного, где-то не по бодрству, где-то, знаете ли, прозевал, и там проспал, и там такое понасеялось, вдруг такое вдруг, знаете ли, прорастает на короне нашего сердца, что диву даешься, вроде думаешь, надо же, я же это не сею, я же, как бы, не хочу, чтобы это выросло вообще, но почему-то оно вдруг проклевывается, когда прозевал, кто его знает, да, скажем, и не помнишь, знаете ли, а вот это прорастает, и, я так понял, нужна вот эта прополка, будем так говорить, да, огорода нашего сердца, нашего поля, чтобы Господь видел нас землей вожделенную, как написано было в Монахе, знаете, это потрясающе, что Бог хочет работать, мы не земледельцы, хотя у кого-то есть огороды, допустим, да, дачи, наверное, у кого-то нет, кто-то сельский житель, я городской житель, но в селе, несколько лет я пожил в селе, несколько лет, пока я был настоятелем храма, в Рязанской области, потом в Брянской области, я жил в селе, блин, сельский приход, и в некоторые села меня послали тогда, в 91-м, 92-м годах, послали мне некоторые села, где храмы только лишь еще передавались, там, знаете ли, ну, все было с нуля, делалось, и в этих селах там такое насмотрелся, я не думал, что такое есть, как бы, и избы подчеркнули, а потом, значит, там, как бы, и зеленые полы, и бабушки, знаете, я, знаете, в 91-м году я был шоком, знаете ли, да, порой такие есть деревни, что электричества нет уже, и еще, еще, когда еще, да, вот, не газа, и как они там живут, один Бог только знает вообще, вот, я приезжал в такие, допустим, в Бутякинском районе, Рязанского области, там, Черная Слобода приехал, знаете ли, хоть бой, вот, вот, реально, как бы, вот, ничего нету, да, значит, и, конечно, пришел вот этот храм, значит, который там открывался, знаете, как будто там фильмы и снимали, везде паузина, там, и, значит, как бы, значит, и вороны таргуют какие-то там, значит, ну, вот, как бы, особо даже декорации не надо делать, просто можно взять и снимать просто такие, ну, как бы, ужасы или, как-то не ужасы, но мистику такую, знаете ли, вот, значит, и, конечно, вот, насмотревшись всякого такого, я скажу, что хочется, на самом деле, и потом, познакомившись с другими христианами, не только с православными, уже и с протестантами, я понял, что, конечно, разные люди везде есть, и, например, в этой сельской жизни скажу, о том, что вот в одном селе у нас была такая проблема, значит, какой-то патюшка был на меня, он там посадил какой-то топинамбур, что-то еще там, значит, оно как бы разрослось, земляная из груши, это сорняк такой, ну, в принципе, съедобная вещь была, значит, мы попробовали, нормально есть, можно, как бы, я травил, все живы, как бы, кушали все это, значит, и много другого, всякого там выросло, всего, и это акация, ее много, сколько там было, значит, и ее, она, и храм уже разрослась, и вокруг храма, и вокруг законного дома, мы ее изводили, там, два года подряд изводили, акация не получалась вообще, вот, там такие глубокие корни, что, значит, вроде вырываешь, а там внутри еще есть, я говорю, она очень живучая, это акация, вот есть такие грехи, такие, какие-то проклятики, это что, они такие живучие, такие глубокие корни порой, знаете, что, вроде, кажется, вырыл уже, вроде поправился, вроде уже и отрекся уже, уже сто раз уже, и, как бы, оно вдруг не стало без всего, только где-то благоприятная обстановка такая возникла, а снова прорывается, и, знаете, друзья, конечно, это последствия, ну, как бы, перехопадения, и наша вина, и не наша вина, и здесь, как бы, очень трудно, как бы, найти крайнего, и дьявол виноват, и мы виноваты, и наши родители виноваты, кто помнил, может быть, помнит проповедь Диджейса, ну, такой черный, такой брат, очень такой эмоциональный, очень горячий, и вот, значит, одна из его проповедей такая, она вначале очень шокирующая такая, он, как бы, он поймал внимание зрителей сто процентов этим, он говорил, когда я приду на небеса, на небесах нет проблем, но когда я приду на небеса, я создам проблему. Какую проблему? Я, говорит, найду Адама, я, говорит, как врежь ему, говорит, это из-за тебя, говорит, это из-за тебя, по твоей вине. Я, говорит, ему еще поддам, и меня, говорит, ангелы спутят, и в сторону. Не только они расслабятся, я снова вырусь и снова к нему. Вот. Прощай. Ну, понятно, потом он, конечно, сказал, что все-таки, конечно, что просто, ну, так сказал, сгоряча, что называется, или как-то сгоряча, но, как бы, для примера. На самом-то деле, как бы, вот, это как иллюстрация вот этих проклятий, которые на эту землю пришли, и мы родились на этой планете, которая уже испорчена. И испорчена очень серьезно. И не мы только на начале, и мы ее заканчиваем. И до нас также люди грешили, и падали, и, значит, и проклятия были, и в моей семье было много проклятий, таких, что порой за голову пытаешься знать, или, вот, но я в городе в семье вообще атеистов, неверующих людей, к сожалению, в нашей семье вообще никак о Боге ничего не говорили. И, но я Богу благодарю, что тогда вот уже больше 30 лет прошло. В 82-м году Господь пришел в мою жизнь тогда. Вот, удивительным образом, и это было чудом от Бога, это было большим чудом. Я тогда переживал смерть, я умер тогда, здесь, в Орле, это было, вот, от гемонии, двустороннее воспаление легких, и врачи не смогли ничего сделать. И вот, как бы, благодаря вот такому, как бы, происшествию, да, печальному происшествию, казалось бы, да, но в моей жизни все переменилось, потому что, когда я вернулся, я вернулся с другими мозгами, с другими пониманиями. Но самое, вот тогда, запоминаемое, что ли, что было в моей жизни, что я влюбился в Его, я влюбился в Господа. Знаете, некоторые люди умирают, они видят там, ну, я слышал много рассказов очень разных людей. В последние годы я, значит, встречался с разными людьми, которые умирали, допустим, переживали смерть. Некоторые видели очень страшную картину, там, ага. Некоторые люди умирали, у нас, допустим, в церкви, жена одного из наших священников, и она умирала, два раза умирала, и она летела в ад. И это было еще до ее обращения, как бы, и вот эти два случая повлияли на ее жизнь очень радикально. Света сегодня очень, так, горячо любящая Господа, знаете ли, она покаялась, вот, и ее рождение свыше было таким чудесным. Но она два раза на операционном столе переживала смерть, значит, ну, вроде бы пустяк, казалось, там, аппендицит, значит, но он порвался, она не могла, как бы, сразу, ну, не обратилась в угли, каким словом, к врачам. Она работала, значит, на торговой, ну, большая зарплата, и работала фотомоделью, надо было, там, купальники, всевозможные, там, белье рекламировали, и, значит, если на операцию, как сказали, в начале, если на операцию она ужаснулась, это порез, это шрам, это, значит, ну, как бы, обезображенная наружность, за ее тело платили, и платили, ну, хорошие деньги уже, и, значит, она там подрабатывала и в порно, значит, и их, как бы, значит, то есть девчонка получала контракты уже хорошие, вначале были тысячи долларов, потом десятки тысяч долларов, потом ей предложили, вообще, очень хороший контракт предложили с выездом уже с Украины, но, то есть, ну, значит, она пошла по этой слезе, и вот здесь не вовремя, вот это, как бы, как бы, боли всевозможные, и вначале думала, это последствия вот этих всех диет строгих, там, значит, но потом, зависимо, что-то у нее от медицины, и она просила непосредственно, пока не умерла уже на операционном столе, ее только уже стали резать, а она уже все уже, вот, и, значит, врачи констатировали смерть, ее уже накрыли, уже собирались ее уже в морг отвозить, значит, вы можете в интернете посмотреть, на нашем сайте тоже это есть, Светлана Исаичук, свидетельство, вот, там украинскую, украинским языком, ну, она говорит на русском языке, и это украинское телевидение снимало эту программу, и мы поместим ее, значит, и на моей страничке на ютубе тоже она есть, это свидетельство, значит, можете поисковывать с этим просто виски, а где виски всякие же люди попадаются, вы там увидите, Светлана Исаичук, вот, и она там рассказывает очень подробно, как она летела в ван, и первый раз, потом второй раз летела в ван, и Бог помиловал ее душу, слава Богу, сегодня она служит Богу, сегодня она, значит, прославляет Иисуса Христа, и, знаете ли, я встречался с другими людьми, с Борисом Филипчуком, допустим, лично общался, вот с этим милиционером бывшим, который, ну, как бы милиционер, с такими садистскими наклонностями был, значит, и они там избивали людей, значит, калечили, и, как бы, убивали даже, то есть, ну, как бы, очень был человек жестоким, когда не было кого калечить, они просто избивали прохожих, ну, обычно, он еще там, у него было два-три товарища, тоже бывшие, вот эти вот, участники боевых действий, значит, там, ОМОНовцы, они просто ехали, значит, и видели, как он, там, ягницу или там, ну, подбирали, ну, просто приводили участок, и отбивали ему все мутненности, значит, калечили, вот он, там, ломали все мылебра, челюсти, то есть, лишь бы кого-то отбить. И он, когда никого не было, просто на жене, значит, отрывался, бил ее, значит, очень жестоко, один раз она чуть не умерла, она была в реанимации долгое время и чуть не умерла. Я, я рассказываю о его жизни прошлой, он был волком, на самом деле, значит, натура была у него очень условная, но сегодня он агнец, сегодня он евангелист, благовестный, приводит к Иисусу Христу клача, там, молитвы, когда видит людей кающихся, людей, которые выходят на покаяние, вообще, ну, как бы, как Бог из волка мог сделать агнца, это только Бог мог сделать. И вот, тоже в сети можно посмотреть, вот, Мариса Белевчука, у вас свидетельство потрясающее, его свидетельство, вот, когда сняли уже в Штатах, уже, оно вошло в сотню самых популярных программ, одна, ну, не помню, какой там, года, там, было написано, сотню самых удивительных программ христианцев в Америке, значит, то есть, потрясло очень многих его свидетельства, вот, и вчера он, конечно, людей, сегодня молится за исцеление людей, сегодня молится за освобождение людей, за исцеление людей, слава Богу, и, ну, вот, было покаяние его, очень радикальное покаяние, и потом была смерть, смерть, когда он видел Господа, и когда он вернулся снова в тело, смерть была констатирована специалистами, ну, очень высокими украинские специалистами, его, как, что, офицера, сослужившего, там, орденоносного, там, дальше и прочее, он немного, что, множество орденов, там, Виталий, всевозможный, там, он герой, тогда еще союза, еще, там, ну, он, большой, эта звезда, потом уже осознал, что еще христианитом, она была просто, ну, за не геройство, она большую кровь не брала, и он отказался просто, и писал расписку, потому что они там просто в деревне в одной, в Атганске просто вылезли местное население, верное, детей и женщин, стариков покалечили, убивали, и беременно женщин спарвили штыками, просто по наркотикам они были, молодые ребята, просто нас бросили к самому, в одно село, вот, и надо было всех местом, а местные, вот эти боевики, они ушли уже, из села думали, что мирных не будут пробовать, как бы они, но они решили отыграться, конечно, и далее герой, написал расписку «Отказ» от этих названий, от всех реганий этих, вот, конечно, это, знаете, потом пришло прозрение, когда уже он был уже с Господом, когда он был уже в Боге, но он видел Господа, он видел Иисуса, видел Царство Небесное, и Господь его вернул потом снова в тело, его смерть, 90% главного мозга кровоизлияния была, значит, последствия прошлой бойцовской жизни, диктоксинг и прочее, значит, и, что интересно, Батун, когда он вернулся в тело, он просто плакал, просто, значит, и, знаете ли, он видел другую жизнь, совсем другую реальность, и когда вернулся, то есть Бог его вернул с другими мозгами совсем уже, с другим мышлением, и когда ему делали проверки многочисленные, то не было следов от его вот этого кровоизлияния, мозг, от которого было записано все, там было записано врачами, и, ну, это, как бы, это одна из иллюстраций, и скажу, что я вспоминаю, я не видел там, может быть, таких страшных вещей, как бы, да, но оказаться перед Богом, не имея в себе его любви, это было ужасно, и я скажу, что я вот по этому распространял не раз уже, я говорил очень разным людям, что не дай Бог казаться перед Богом, не имея в себе вот его любви, я не видел ада, я лишь подозреваю, что это будет очень все страшно и печально, без Бога вечность, но в Бога невозможно было не влюбиться, и тогда вот, для нас селения париком, вернувшись уже в тело, знаете ли, вернувшись полностью, ожив, значит, я был исцелен чудесным образом, мои легкие работали хорошо, что такое умереть, потому что обоих полет их оттеклись, и потом, значит, дышать ровно, это фантастика просто, это просто невероятно, врачи лишь могли объяснить моей маме и папе, тогда, ну, было советское время, еще безбожие, и врачи, атеисты, понятное дело, они объяснили, что это просто, как второе дыхание организма открылось, как бы, вот, это, такие случаи редко вырывают, значит, как бы, вот, его, ну, как бы, ну, ожил, ну, попал, и знаете, когда я маме пытался тогда объяснить, вот, попытался рассказать об этом, ну, представьте, с кем поделиться, ну, конечно, в первую очередь, ну, с самыми родными, близкими людьми, я попытался поговорить, и просто стяна, это было жутко, конечно, не с кем поговорить об этом, не с кем поделиться, и я сказал тогда маме, я говорю, мама, если ты умрешь, вот, тебя не будет вообще, или ты будешь, а если ты будешь, как ты думаешь, там что-то увидишь, или ничего не увидишь? Мама трогала мою руку, думала, у меня жар, думала, у меня температура горячая, вот, но я понял, что у моей мамы будут большие проблемы, и я-то, думаю, повезло, я как бы вернулся, повезло в чем, не потому, что там было плохо, там хорошо мне было уже, но, когда я говорю, прости меня Бог, пожалуйста, прости, знаете, как будто невидимая рука, она стирала, вот это вот, будет это говорить, с экрана, проще говоря, ну, то, что люди рассказывают, многие, что это, там видят свою жизнь, это правда, это, ну, я лично видел тоже, и я видел кино про самого себя, сейчас-то я вот, там, сейчас тоже снимаюсь, все на видео, когда я беру свою камеру, тоже, кстати, на YouTube выставляю, вот эти многие свои, пробки, свидетельства, и, знаете, а тогда я ни разу не видел себя ни в кино, ни где-то еще в снятом, тогда-то было редко, когда пришел, еще перегул на цифровой технологии, и, знаете, но когда видишь самого себя, это, конечно, это очень интересно, вот, но я видел, вот сейчас, допустим, плазма, да, сейчас жарят, телегида, это как бы новость, но там на небесах это уже старая технология, потому что я видел такую огромную плазму, как бы, это, это не просто техника, это, ну, представьте, смесь живой и неживой материи, и это все сразу, это, вот, на земле невозможно составить, нечто среднее между, допустим, плазменным телевизором и медузой, и, и, и при том, это все там, там, это сплав, это реальный сплав, а здесь на земле это невозможно представить просто, живую и неживую материю, вот, и, ну, это как бы маленькое замечание лишь, но самое потрясающее, конечно, что запомнилось, что стало камертоном, таким, в моей жизни, вот, знаете ли, это, вот эти любящие глаза, взгляд потрясающий, это, во мне не было любви, скончательной, и, просто то, что я мог видеть, это было, знаете ли, это было, во-первых, Бог есть, во-вторых, Он очень хороший, вот это, что я запомнил, это на всю жизнь, и, это очень хорошо, и когда я говорил ему, прости, пожалуйста, меня, знаете, я не знал, что он прощает, я не знал теории религиозной, я не знал, что он существует, вообще, в конце концов, но он существует, и он прощает, потому что я когда говорю, прости меня, пожалуйста, знаете, я на самом деле, как будто не видимо, рука на ударяло все это, стирало, но правда не все, было одно, что было во мне уже, и это нельзя было никак туда нести, знаете, у меня было сожаление такое, мне думалось, надо же, а почему мне раньше не сказали, что Бог есть, думаю, а если бы я раньше знал, что Бог есть, я бы, думаю, не оказался бы в таком дурацком положении, знаете, ну, как бы, очень глупо, я бы выглядел, тогда, оказаться перед Богом, который еще минут назад, сейчас существует, как бы, я думаю, очень глупо, оказаться перед ним, значит, и видеть свою жизнь, оказывается, которую снимают, представьте, если бы, вот, вам сказали бы, да, что вас снимают реалити-шорки, там, дом 2, это дом 3, допустим, вот, и везде в вашей квартире поставили всякие камеры, значит, да, вы не видите, но вас снимают, и потом это все, значит, на всюду транслируется, да, значит, все смотрят, от президента Путина, заканчиваем последний тандарт, рабочий, все смотрят на вас, вот это, рейджинг программы, что вы сладки, но вы не знаете, вас тут рассматривали, а потом вам рассказали, что оказывается вас снимают, это есть фильм, такой, у Джейва Керри, это комедика, это есть, как вы? А, шоу, да, точно, да, старая комедия вы решили, шоу, думан, вот, и, вот, на самом деле, такой стресс такой, и ты испытываешь стресс определенный, я испытал стресса, но Бог простил меня, и тогда перед Богом мне казалось, что я самый плохой мальчик, который только жил на этой земле, вот, не знаю почему мне казалось, что хуже мне никого не было вообще, потому что, знаете ли, то, что я видел, моя жизнь, она была внешне, все было хорошо, по-человечески, но, по-божьей, все не так было, потому что, знаете ли, я жил для самого себя, то есть, я жил именно для самого себя, это все было для меня, мое, и я, сам вот, в центре, Бог, он не эгоист, и знаете, вот, что я хочу сказать, вот, касательно вот этого, вот, еще начинал я читать из Писания, что, вот, нас спасает вот эта любовь, губит роман души, губит, губит сорняки, которые дьявол пытается посеять, на огороде нашего сердца, чтобы заглушить добрые семьи, вот, в своей жизни, я вижу очень, сейчас отчетливо, такие моменты, когда, вот, просто начинаешь суетиться, будь это суета мирская, будь это суета религиозная, любая суета, когда, уже не Иисус в центре этого внимания, вот, в моей жизни было так, допустим, с 91-го года, особенно это было видно, до 96-го года, когда я служил священником, традиционной православной церкви, внешне все было хорошо, я был батюшкой, и служил на приходе, и был настоятелем храма, и, особенно последний храм, где я служил, в русской православной церкви, московской премьер-хата, это было, это было в Брянской области уже, ну, тогда, значит, епархия Орголско-Брянская, потом она поделилась на Орголско-Брянскую, и Брянскую отдельно, так вот, и в Брянской области, интересный нам был приход, о котором мы пришли читать, храм, который не закрывался никогда вообще, ну, не считай, мы с месяцев, в 41-м году, он за Новый Северную, и все, в принципе, он постоянно работал, не крайне закрывался этот храм, вот, я лишь мечтал о том храме, чтобы им служить, на этом храме служить, потому что я все время служил в храмах, которые только что возрождались, восстанавливались, и, так вот, и это был красавец храма, внешне, потрясающая акустика, от деревянной полости храм, огромнейшей кулакольня, значит, три престола, когда архиевик на приезжал, когда-жний Медгеседек, архиевистов, это Брянский, Севский, он говорит, во всей области, во всей епархии у нас нет такого храма, даже в Брянский сапог, у нас нет такого храма,